Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Александр Валерьевич Каратаев, заведующий отделением онкохирургии Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Александр Валерьевич! Здравствуйте! Очень рада с вами познакомиться, рада видеть вас в нашей студии. Сегодня бы хотелось поговорить более детально о работе вашего отделения. Наше отделение скромное, располагается на базе областной онкологической больницы Одинцовской. Отделение небольшое, порядка 20-25 коек. Мы разнопрофильное отделение. Мы занимаемся не только одной патологией, у нас существует несколько подразделений в структуре отделения. Мы занимаемся как опухолем оочной железы, опухолем легкими, опухолем брюшной полости, в частности, опухолем желудка, онкогинекология, онковорология. И в составе у нас имеется 5 врачей в штате. У нас нет, как во многих многопрофильных учреждениях, в частности, онкологических, которые содержат в себе отдельное структурное подразделение по нозологии. В нашем отделении существуют разноплановые такие пациенты с разными диагнозами, с различными болезнями. Приходится выходить из этой ситуации достаточно. Но у нас в структуре подразделений есть каждый врач, который занимается определенным направлением. В частности, есть онкогинеколог, который занимается этим направлением, есть онкоуролог, который. И все у нас такие в штате имеются. Поэтому мы все потребности в раздельных нозологиях как бы закрываем и тем самым обеспечиваем полноценный объем и оказание такой плановой онкологической медицинской помощи на базе нашей больницы. Подключаете ли вы других специалистов из смежных сфер? Вот в решении тех или иных вопросов, потому что я думаю, что каждый случай, он достаточно индивидуален. Но мы, исходя из этого, мы, да, бывает каким-то, мы пользуемся помощью федеральных учреждений, безусловно, направляем куда-то пациентов. Но, как правило, в 90% случаев мы справляемся сами. И, как я уже сказал, мы выходим из этой ситуации. У нас есть специалисты каждого уровня и каждой специальности. Тем самым мы не нуждаемся в каких-то дополнительных специалистах. Ну и, наверное, возможности, в принципе, Одинцовской областной больницы, они позволяют максимально закрывать эти вопросы. Безусловно. Благодаря еще нашей администрации было закоплено медицинское оборудование, самое современное, которое мы имеем на данном этапе развития вообще общемирового. Мы ничуть не уступаемы каким-то другим федеральным центрам и даже мировым, в принципе, я думаю, что клиникам не появится этого слова, безусловно. И мы выполняем операции разноплановые, но в основном мы все делаем эндоскопически. И процент наших выполнений эндоскопической операции достигает из 100% больных, минимум 80%, что, безусловно, обеспечивает быструю реабилитацию пациентов. И дальше переход немаловажный. Наши пациенты – это комплексный подход. Часто требуется после операции выполнение химиотерапии, лучевой терапии. И тем самым сроки не затягиваются. Пациенты в дальнейшем поступают к следующему плану лечения. Ну и, безусловно, если не требуется какого-то дальнейшего лечения, то тогда завершаются этапы. Пациенты в среднем после каких-либо эндоскопических операций у нас 5-7 дней находятся в клинике и выписываются домой абсолютно с минимальными какими-то потерями. Ну и более того, если вы говорите о том, что необходимо дальше лечение продолжить, противоопухолевое, подключаются препараты, то это тоже есть в центре, есть отделение. И это все, ну, прям вот комплекс получается. Ну, у нас есть на базе нашей больницы, есть консилиум, безусловно, все онкологические пациенты должны проходить. Они как проходят на дооперационном этапе, послеоперационном, безусловно. У нас очень мощная поддержка от химиотерапевтов, очень хороший коллектив, сильная. И все препараты, в частности химиопрепараты, иммунотерапия, таргетная терапия, она вся присутствует, она есть в полном объеме. И мы определяемся с пациентом, когда некоторые пациенты проходят на диалантную химиотерапию. потом опиируем этих пациентов, потом опять передаем химиотерапию. Это очень хорошо, что мы находимся сразу в одной клинике, мы находимся на разных этажах, и очень близко мы в таком моменте находимся, и всегда у нас срок получения лечения, он, конечно, сокращается в разы. Пациентам не нужно искать другие центры, все происходит на месте. Если говорить о маршрутизации пациентов, как она строится? Ну, пациенты, безусловно, попадают на первичный прием к онкологу в поликлинику по месту жительства, либо к терапевту. При любом подозрении на какое-либо злокачественное образование пациент направляется к нам уже на консилиум. И мы на консилиум уже смотрим какие-то минимальные входные данные и определяем дальнейшую тактику пациента, определяем, какой это первый этап. Это хирургическое лечение, либо это химиотерапевтическое, либо это лучевая терапия. И на этом фоне пациент направляется уже в дальнейшую получение от лечения. В принципе, упрощенная схема к спитализации. Пациенты быстро обследуются, мы отправляем уже, есть четкие контакты, регламенты. И период обследования пациентов не составляет более двух недель. Как и по приказу, все лечение при выявлении злокачественного образования должно быть реализовано в течение месяца. Мы укладываемся даже в две недели, идем с таким хорошим опережением графика. Ну и для прохождения той же самой диагностики пациенту не требуется ехать в клиники Москвы или Подмосковья. Безусловно, нет. Они все проходят в рамках Одинцовской областной больницы. Безусловно. Да, есть какие-то достаточно сложные пациенты, либо какие-то, в частности, операции, требующие мультивисцеральных резекций. Безусловно, это выполняется на базе каких-то федеральных центров. И тоже есть. У нас есть телемедицинские консультации напрямую с этими центрами. Мы иногда требуем их помощи. И, безусловно, направляем этих пациентов. Но тоже есть в таком быстрой договоренности. Пациенты тоже не задерживаются на каком-либо этапе. У вас работает квотная система? Или каким образом очередь строится? Потому что понятно, что сегодня онкология, она все-таки занимает лидирующие строчки. Выявляемость повышается, соответственно, и пациентов становится больше. У нас система обязательного медицинского страхования. У нас, как таковых, квот нет. Но пациенты все получают лечение. Даже если это где-то в федеральных центрах идут по квотам, у нас они идут просто по обычному полису медицинского страхования. Все эти объемы мы выполняем. И поэтому такого понятия, как право на сквот, нет. Либо мы это можем сделать, либо мы это сделать не можем. Поэтому все моменты получения помощи, они, безусловно, существуют. Вы уже сказали о том, что у вас установлено самое современное оборудование. Расскажите, чем гордитесь больше всего? Потому что вы хирург и, безусловно, без оборудования. Тут не обойтись именно для того, чтобы проводить на высокотехнологичном медицинском уровне операции. У нас существует стойка, закуплена эндоскопическая для эндоскопической операции. Я не буду говорить фермопроизводителям, это немножко неверно. Но самый современный, который есть, в 4К технологии. У нас Full HD экран достаточно большой. У нас все существуют энергии, которые используются для работы с тканями. Безусловно, есть шивающие аппараты, которые необходимы для резекции, в частности, легкого кишечника. То есть, различные разнообразные фермопроизводители. То есть, мы, как правило, не монополизируем одну фирму. Мы пользуемся несколькими. То есть, это такая здоровая конкуренция. И, безусловно, у кого-то есть плюсы, у кого-то есть преимущества. При определенной операции лучше какая-то фирма, на наше мнение, оказывается это. И, безусловно, мы пользуемся. Слава богу, нас с дефицитом никакого не чувствуем. У нас всегда есть все расходники. А при выполнении высокотехнологичных операций, в частности, эндоскопические, это, безусловно, требует определенного расхода материала. Но благодаря нашей администрации у нас все присутствует. Мы избытка никакого не чувствуем. Поэтому можем спокойно выполнять достаточно хорошие операции и большие. Расскажите о вашем коллективе. Вы уже частично о нем рассказали, о врачах. Но хотелось бы более подробно, потому что я знаю, что Андрей Васильевич Фадеев, главный врач Одинцовской областной больницы, уделяет вопросам кадров очень пристальное внимание и старается, в хорошем смысле слова, заманить или привести самых лучших врачей России именно сюда, на нашу территорию. Совершенно верно. У нас коллектив молодой, в частности, врачебный. Это все молодые хирурги, средний возраст, отделение 32 года. Это, безусловно, такой беспрецедентный молодой возраст. Некоторых пациентов, наверное, все-таки это пугает, молодой возраст. Но мы открыто со всеми общаемся, с пациентами до операции, после операции, во время, с родственниками. И, как я уже говорил, у нас нет какого-то одного такого специалиста многопрофильного. Есть, который человек занимается определенным своим нозологией, направлением. В частности, есть онкл-роу, который занимается своим направлением. Это опухоль почки, мочевопозория, предстательная железа. Также есть абдоминальный хирург, который занимается опухолем желудка, печени, поджелудочная железа, кишечника. Есть хирург, который занимается опухолемолочной железой. И тем самым мы компенсируем все моменты и можем оказать большому количеству пациентов уже на базе нашей больницы выполнить различные хирургические вмешательства. Зачастую иногда бывает, что отделение выполняет каких-либо 5-10 операций максимум. В своем арсенале у нас это порядка более 40. Сколько примерно в день проходит операции в вашем отделении? В день в плану у нас проходит минимум 2. Это большие операции, если взять какую-нибудь резекцию кишечника, желудок. И несколько маленьких операций, так называемых малых операций. Это может быть резекция молочной железы, это может быть различные виды биопсии. Еще очень достаточно многому устанавливаемый венозных портов для проведения последующим пациентам химиотерапии. Но в стандарте таких больших 2 операции в день. Это снижает нагрузку. Большое количество, конечно, это уже тяжело. И работать с доктором, и персоналом больницы. Хотелось бы, конечно, чтобы без имени пациентов, их фамилии, просто рассказали о случаях, которые за последнее время произошли, которые успешно завершились и операцией, и потом продолжилось лечение. На таких уже более поздних стадиях, когда выявлена была онкология. Таких пациентов много, достаточно. И зачастую, безусловно, есть многие пациенты, которые отказаны где-либо от хирургического вмешательства. Есть пациенты, которые к нам обращаются не только с нашего района, прикрепленного контингента пациентов. Это существует из других районов, из других регионов России, которые также спокойно могут получить у нас медицинскую помощь, в частности, хирургическую, химиотерапевтическую. Их случаев много. Последние, запоминающиеся, буквально неделю назад выписали пациента, которую рак пищевода среднегрудного отдела достаточно протяжемый, после радикального химилучевого лечения выполнили операцию в эндоскопическом варианте. Операция достаточно сложная, трудоемкая. Она занимает порядка пяти часов выполнения. Причем уровень работы на шее, на грудной клетке, на животе. Это считается таким венцом в хирургии, в частности, в теракальной хирургии. И, слава богу, пациент выписан, все эндоскопически прооперировано, и спокойно живет, питается адекватно, и все в порядке. Их много, много случаев, много пациентов, поэтому какого-то запомнить, это можно сидеть очень долго. Но после выписки вы поддерживаете с ними связь, ну, хотя бы какое-то время ведете их? Мы ведем их как до операции, так и после операции. Мы сразу даем все свои контакты, даем личные номера телефонов, электронную почту. Все мессенджеры мы абсолютно поддерживаем и общаемся. Да, безусловно, документацию мы какую-то не пересылаем, если пациент может написать информированный согласие о том, что мы выслали ему что-то на электронную почту. Но мы, как правило, просим прийти. Если какие-то там диагнозы, заключения, мы просим звание пациенту, сообщаем, какая пришла гистология, просим его приехать, потому что все-таки для пациента это стресс, и все переживают, особенно если дальше будет лечение пациента. Конечно, зачастую очень часто надеются, что выполнено хирургическое вмешательство, и в дальнейшем лечении никакое не потребуется. Мы всегда говорим о том, что как мы эксклюзивно не выполнили операцию, течение опухолю процесса – это биологические законы, которые мы только скальпелем преодолеть не можем. Поэтому нужно общаться с пациентами, с их родственниками, рассказать, что их ждет дальше, поэтому мы работаем таким путем. А поддерживаемый в любое время суток, мы всегда на связи с своими пациентами. Спасибо, Александр Валерьевич, за интересную беседу, что бы вы пожелали в завершении нашей программы нашим телезрителям. Безусловно, не болеть пациентам и не бояться, нужно общаться с доктором и всегда получать информацию и доверять доктору с тем, с кем они работают. Но с учетом тех возможностей и технических, и возможностей тех специалистов, которые привлечены в наш округ, мне кажется, бояться уже слово онкологии не стоит. Я думаю, да. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.